Добрый вечер, Гомель! Я приветствую всех, кто решил провести этот вечер в нашей приятной компании. Мы работаем в прямом эфире, а это значит, что участником передачи может стать каждый из вас. Звоните нам в студию, оставляйте ваши сообщения на Вайбере. Мы открыты обратной связи. И говорить мы сегодня будем о том, какая же она собачья жизнь. Я поясню, в центре нашего внимания будет качество жизни наших четвероногих друзей. Собака неизменный друг человека. Мы знаем примеры, когда четвероногие друзья летали в космос, спасали людей на пожарах, также спасали в снежных завалах. Они помогали делать открытия в области медицины. Мы, люди, научились применять их способности в самых различных сферах и даже иногда очень неожиданных. Ни для кого не секрет, что ищейка может унюхать взрывчатку или наркотики. Также она может распознать запах рака у человека. Наша первая героиня – овчарка Каста. Она имеет тонкий нюх и профессию. Она не первый год служит в таможенных органах Республики Беларусь. И сегодня Каста у нас в гостях. Она пришла вместе с главным инспектором кинологического отдела Гомельской таможни Владиславом Дорониным. Добрый вечер, Владислав. Добрый вечер. Я скажу вначале, что вы обладатель звания «Человек года» в номинации «Служу Отечеству». Мы вас с этим поздравляем. Спасибо. Скажите, пожалуйста, можно ли сказать, что Каста – это рабочая собака и каждый день ее расписан по часам? Да, можно так сказать. Главная задача кинолога со служебной собакой в таможенных органах – это борьба с незаконным перемещением наркотических средств и психотропных веществ через таможенную границу. В ходе работы служебная собака участвует в досмотре грузового, легкового транспорта, железнодорожного транспорта, а также участвует в осмотре личных вещей багажа лиц, пересекающих таможенную границу. То есть служебная собака – полноправный работник. Мы вот уже сказали в предисловии о том, что Каста обладает тонким нюхом, есть у нее такой навык. Скажите, сколько запахов она может различать? Каста различает 8 запахов классических наркотиков. Такие наркотики, как героин, кокаин, гашиш, марихуана, фетамин, метамфетамин. Ну, список можно продолжить на самом деле. И способность собаки обнаруживать вещества, необходимые в работе. То есть он не ограничится в 8. Это может быть зарубежные коллеги. 21 запах собака может различать. Что вы говорите? Неужели такое бывает? Если у вас такая необходимость, то это можно совершенствовать, совершенствовать. У нас пока необходимость – это 8 запахов. А какую, интересно, награду она получает за вот такие каждодневные подвиги? Работа, сама работа по поиску наркотиков, она строится на игровом методе. То есть за обнаружение наркотика собака получает похвалу в виде любимой игрушки или в виде лакомства какого-то. То есть вся работа строится на игре. Я думала, что игрушками обладают только дети. Оказывается, еще и Каста у нас вот такая уникальная собака. Собаки подбираются с таким темпераментом и характером. То есть нам в работе нужны собаки, которые любят играть или очень любят есть. Кстати, вот почему-то принято в служебные собаки выбирать именно овчарок. С чем это связано? Ну, немецкая овчарка – это одна из самых универсальных пород собак. Они очень преданы и легко поддаются дрессировке. В таможенных органах, помимо немецких овчарок, нельзя сказать, что у нас только немецкие овчарки. Множество пород – это и лабрадоры-ретриверы, голден-ретриверы, вельш-терьеры, множество пород. Сказать, что собака… Ну, немецкая овчарка самая универсальная. Вы можете рассказать сегодня коротко, в двух словах, о самом большом достижении вашей любимицы? Самое большое достижение, считаю, как ее, так и мое, это то, что она обнаружила наркотик и впервые на границе в возрасте 7 месяцев. Дальше мы стремимся только улучшать показатели. Это о чем-то говорит. Это говорит, да. А сколько обычно собака служит в таможенных органах и какова потом ее дальнейшая судьба? Согласно внутренних документов, это возраст 8 лет. В дальнейшем уже кинолог принимает решение самостоятельно, способна собака нести дальше службу, здоровье позволяет ли это дальше делать. А так 8 лет. Ну, в принципе, есть и старожилы, и 10, и 11 лет. А потом кто становится хозяином собаки, когда она уже ушла на пенсию, на заслуженный отдых, кто о ней заботится? Если брать таможенные органы, то 99% всех собак содержится у своих хозяев дома. То есть это одновременно и служебная собака, которая несет службу, и любимый питомец. Поэтому вопроса не стоит. Жизнь дальше продолжается уже в лоне семьи, только без службы. А какая, интересно, пенсия полагается Касте? Или это только в кино бывает, знаете, как мы смотрели такое известное кино про Мухтара? Когда дойдет до пенсионного возраста, тогда узнаем. Наверное, покой и любимые занятия – это игра, прогулки. Скажите, вы сегодня что-то можете показать в нашей студии? Какое-то уникальное упражнение для наших телезрителей, чтобы мы полюбовались и поаплодировали? Видите, она уже освоилась здесь у нас. Мы можем ее уже об этом попросить. Могу продемонстрировать способ, как научить собаку давать лапу. Очень простой и очень эффективный. Хорошо, давайте пройдем в ту часть нашей студии. Ваши аплодисменты, друзья. Что же нам для этого понадобится? Для этого нам понадобится немного лакомства. Это что может быть? В нашем случае это сыр. Так. Каста любит сыр. В принципе, Каста любит все. И сыр в том числе, в первую очередь. И сыр в том числе. Сыр каких-то уникальных, какой-то особенный сыр или подойдет российский, сливочный, белорусского производства? Да, белорусского желательно. Что мы хотим собаку научить давать лапу. Собака у нас не понимает человеческого языка. Мы не берем касту сейчас в данный момент, потому что она уже некоторые команды знает. Если собака у нас с нуля, допустим, никогда никаких команд не слышала. Неопытный человек скажет «дай лапу», собака на него посмотрит, ничего не поймет. Поэтому команду мы никакую не даем. В одной руке у нас корм. Корм зажимается в ладони. Собака хочет получить этот корм. Что она для этого делает? Она грызет, лижет, будет делать все, что угодно. Но мы корм ей не даем до тех пор, пока собачья лапа не окажется у нас на ладони. Она тыщет носом. Смотрите, как она. Она тыщет носом. Неужели она не растопит ваше сердце? Растопит. Попозже, да? Вот собака коснулась лапой моей ладони. То есть мы, не говоря никаких команд, собака своим умом доходит до того, что как только я касаюсь лапой руки, я получаю за это корм. В последующем мы уже дополняем это командой. «Дай лапу», собака получает корм. Все очень просто. Ваши аплодисменты. Минихальная каста. Надрессированная и воспитанная. Спасибо, Владислав. Занимайте, пожалуйста, место. Вы знаете, дорогие телезрители, начали поступать ваши сообщения. Мы сейчас посмотрим, о чем же вы пишете. Итак, сообщение от Максима. Наличие домашнего животного – большая ответственность. Я никогда не возьму животное в дом, потому что редко бываю дома. Вся жизнь в разъездах. Некому будет выгуливать. Как вы, Владислав, к такому мнению человека? Ответственный? Абсолютно согласен с Максимом. Если некому гулять, то, наверное, идти на такой ответственный шаг? Есть такой вариант, что вы живете в частном доме, какой-то большой выгул для собаки есть. Вы уехали на работу, собака сама себе предоставлена. В принципе, таких случаев, наверное, очень много. Но если же вы решили завести собаку, и узнаете, что вы в 8 утра уходите на работу, в 6 часов вечера возвращаетесь с работы, и у вас дома ждет молодой лабрадор или молодая овчарка, можно представить, что она будет, чем она будет заниматься все это время. То есть надо исходить из того, поставить себе цели. Для чего мне собака, что я буду с ней делать. Как я буду выгуливать, если у меня возможность ее воспитывать и ей вообще заниматься. Отличный ответ. Благодарю вас. Следующее сообщение от Светланы. Как искоренить дурную привычку собаки грызть обувь? Это вопрос. Можете что-то посоветовать? Ну вообще, из-за чего собаки грызут обувь? Из-за чего? Изделия. То есть, опять же, хозяин ушел на работу, собаку предоставил саму себя. Это все от избытка энергии. Если это молодая собака, то есть с утренней прогулки она должна приходить, пить, есть и ложиться спать. До тех пор, пока... То есть прогулка должна быть такой конкретной. Выгул там не меньше двух часов. Набегалась, нагулялась, и она даже не будет думать о том, чтобы ей что-то погрызть. Как вариант, конечно, надо убирать эти тапки. Все, что она грызет, стараться. Но если, опять же, она будет не выгуляна, у нее будет море энергии, то она и плинтус отгрызет. То есть найти возможности давать какие-то нагрузки физические? Это опять отсылает нас к первому вопросу. Почему Максим не хочет заводить собаку, у него не будет времени? А так... Еще момент можно... Если вы все-таки решили завести собаку и заниматься ей, то хотите сходить в магазин, чтобы дома там ножка стула осталась целая, разбросать игрушки любимые, как-то ее отвлечь на тот момент, пока у вас не будет дома. Либо же еще можно клетку дома поставить для молодого щенка, приучить его к клетке, чтобы у него не было возможности ходить там по квартире, где лис, это дом, делать свои дела. Все тренировка, и дрессировка, и уход за собакой. Благодарю вас, Владислав. Уважаемые телезрители, это были советы и рекомендации от главного инспектора кинологического отдела Гомельской таможни Владислава Доронина. Действительно ли у вашей собаки собачья жизнь? Такой вопрос мы сегодня адресуем вам, уважаемые телезрители. В первой части программы мы показали, какой же она может быть, хорошая, сытная жизнь нашего четвероногого друга. Но так, к сожалению, бывает не всегда. У кого какое счастье, знаете, как говорится в народе. И эту мысль подтверждает один из телефонных звонков, который поступил к нам в начале сентября. Программа была как раз-таки вот на такую смежную тему. К нам в студию позвонила Татьяна, и вот о чем рассказала. Скажите, пожалуйста, как нам быть? У нас у клёнка на дачах столько собак, вот 30 собак. Даже сейчас вот вывела сучка обратно 12 таких таких. Там невозможно. На улице антисанитария, кругом всё обгажено. Пакеты все кушают, бросают пакеты, разные коробки. Это вообще ребёнка невозможно выпустить на улицу, чтобы ребёнок погулял возле дома, потому что собаки кругом и лежат. Одни куда-то деваются, пропадают. И ну вот в данный момент, может, 30 штуки. Идёшь и боишься, потому что и кидаются, и не знаем, что делать. Напомню, этот телефонный звонок поступил в нашу студию в начале сентября. С тех пор прошло полтора месяца. Мы не знаем, что изменилось в клёнках и изменилось ли вообще. Но однозначно можем сказать, что вот такое опасное соседство людей и животных, котов и собак, волнует очень многих людей и очень многих из вас, уважаемые телезрители. К счастью, находятся неравнодушные, активные люди, которые помогают, дают кровь и дают прописку животным, которые не имеют постоянного места жительства. И скоро в нашей студии появятся две женщины, которые как раз-таки из вот таких неравнодушных людей. Я спешу представить учредителей частного семейного приюта «Островок», который находится в Речицком районе. Встречайте Наталья и Светлана Ашека. Ваши аплодисменты. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Светлана. Добрый вечер, Наталья. Вы сегодня к нам пожаловали не одни. Скажите, с кем же вы пришли и какова судьба вот этих вот собачек? Мы к вам сегодня пришли с Лизой и с Кузей. Лизе сейчас уже около трех лет, а мы нашли ее, когда ей было около пяти месяцев. Кто-то вместе с ее сестричками выкинули их в лес недалеко от работы. Через... По дороге... Микрофончик, пожалуйста. По дороге люди ходят на работу, и вот как раз-таки туда выкинули этих щенков. Двоих мы пристроили, а так как Лиза оказалась спустя какое-то время эпилепсиком, то она, не знаю, к ее счастью и к нашему счастью она осталась с нами. Сколько лет она уже у вас живет? Получается, два с половиной года. Лиза такая замечательная собака. Прямо такие одежки. Спокойная. Спокойная, да. Вы сами вязали ей вот такое платьишко или, как это правильно сказать, кофточку? Да, у нас модный осенний свитер. Свитер модный осенний. По последнему песку моды. Да, я надеюсь, что мы зададим тренд, и в этом сезоне будет красный в моде. Светлана, скажите, расскажите историю вашей собачки, вот, которая сейчас рядом с вами. Тоже ваша воспитанница, кстати. Мальчик-девочка. Это мальчик, это мальчик. Это Кузя. Он уже в возрасте, ему уже много лет. Ну, попал он к нам, он жил в деревне, и его там сначала прокололи вилами, а потом хозяин решил его полечить и отрубил ему лапку. К нам он попал уже после операции из ветеринарной клиники. Так вот у нас и остался, потому что таких собак очень редко берут. Все хотят здоровых, красивых, правда? Все хотят здоровых, да. Хотя он вполне здоровый. Просто людям очень сложно понимать, как животное может уживаться, например, только на трех лапах. Или может ли ужиться в доме слепая кошка, либо слепой котенок. Но, как показывает наша практика, они уживаются и очень даже хорошо уживаются. У нас Кузя, мне кажется, может посоревноваться в соревнованиях по бегам по нашей территории со остальными собаками, у которых и по четыре лапы есть. Вы рассказываете такие истории душесчипательные, в которые просто невозможно поверить. Сколько собак живет в вашем приюте? Мы их не считаем. Мы боимся их считать. Их столько много? Ну, в общей сложности их около 150 всех. Котов и собак. И котов и собак. Одномоментно живут у вас. Да, да, да. И у каждого своя такая трагическая история. Они все пострадали от жестокого обращения именно людей. И как же можно привыкнуть? Вы каждый день смотрите на беду, на собачек, на котов, которые расплачиваются за человеческие ошибки, за то, что человек не несет стопроцентную ответственность за их судьбу. К этому можно когда-нибудь привыкнуть? Нет, мы не привыкли. Мы не привыкли, но единственное, что мы не озлобились. Мы к людям относимся так же, как и к животным. Хорошо. Вряд ли можно привыкнуть к тому, что каждый день смотришь на то, как страдают животные по причине того, что люди не умеют с ними обращаться, либо они к ним относятся безответственно. Потому что как раз-таки человеческая безответственность – это самая большая причина, почему животные оказываются у нас в приюте. У нас на линии есть телефонный звонок. Давайте же мы выслушаем телезрителя, либо телезрительницу. Алло, добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Смотрю сейчас вашу передачу и не могу остаться неравнодушной. Какие люди молодцы, что они проявляют такую заботу к бездомным собакам. И хотелось бы, ну такой как крик души, знаете, что не надо оставаться равнодушными. Это животные, это живые существа. И пусть они будут немножечко больные. Или вот как у вас безногая собака. Но надо заботиться и проявлять какую-то человечность, чуть капельку. Спасибо большое. Как вас зовут? Меня зовут Евгения, я из Гомеля. Евгения, а у вас есть домашнее животное? Вы кого-то держите? Да, у меня есть собака дома. Я ее тоже подобрала на улице маленьким щенком. И вот она уже три года у меня живет. И хотелось бы, чтобы, знаете, люди тоже поступали хорошо. Судя по вашему голосу и по посылу, вы наверняка никогда не откажетесь от вашей собачки. Спасибо вам за ваше неравнодушие. Спасибо. Благодарим вас за то, что вы смотрите нашу программу. Звоните. Кстати, уважаемые телезрители, пожалуйста, набирайте номер, который вы сейчас видите на ваших экранах. Оставляйте ваше сообщение в Вайбере. Мы открыты, обратные связи. Нам интересно ваше мнение. Действительно ли у вашей собаки собачья жизнь? Ну, а мы продолжаем. Наталья, скажите, ваш приют – это семейное дело? Да. Мы сколько лет назад уже? 14. 14 лет назад мы купили дом в пригороде Речицы. И перевезли туда всех наших животных, которые к тому моменту у нас накопились. И так постепенно, постепенно у нас их насобиралось очень много. Сразу скажу, нам помогли их насобирать, потому что оказалось, что все-таки человеческая беспечность и безответственность куда больше, чем наше желание иметь большое количество собак. Вот. И вот уже 14 лет моя семья, это моя мама, я и мой брат, мы спасаем бездомных животных. Вы достойны слов восхищения. Ну, у нас не было целью создать приют. У нас была цель лечить, помогать, спасать, устраивать, чтобы можно было забрать с улицы, вылечить и отдать. Животные должны были уходить. А к нам стали поступать инвалиды. Стали поступать очень тяжелые, которых потом никто не брал. Вот так и накопились. Так и получился приют. Так и получился приют. Мы продолжим эту тему, а пока мы давайте выслушаем телефонный звонок. Алло, добрый вечер. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Добрый вечер, Гомель. Здравствуйте. Меня зовут Герасим. Да, Геннадий. У меня есть собачка. Ее зовут друг. Я ее подобрал в Гомеле. Я хочу рассказать, как это было. Пожалуйста. Бродил когда-то по Гомелю песик. Бездомный голодный щенок. Шершавый холодный свой носик. Он тыкал в осенний листок. Здесь друга искал он, наверное. И встретил меня у пивной. Мне было тоскливо и скверно. И я взял собачку домой. Каштаны с листвой упрощались. По зонтику дождик стучал. А люди нам следу улыбались, Когда меня песик лизал. Я рад, что меня он заметил. И хвостиком мне помахал. Влюбились в него мои дети. Я другом щеночка назвал. Мне жалко бродячих собак. Их лапы, как нежные розы. Оттаять не могут никак, Когда наступают морозы. Давайте же станем добрее. И будем собачек любить. Их нету, поверьте, вернее. Без них человеку не жить. Хватит солнца всеми неба. На прекрасной гомельской земле. Не жалейте братьям меньшим хлеба. И воздастся вам тройне. Спасибо вам. Эти аплодисменты для вас. Эти стихи вы написали. Это личное сочинение ваше? Геннадий уже ушел. Благодарим вас еще раз. Низкий поклон за ваше неравнодушие. Скажите, Светлана Наталья, Легко ли найти хозяев для покалеченных животных? Они, конечно, выздоравливают. Вы, конечно, ставите их на ноги. Но потом ваша, наверное, главная задача, и вы уже сказали об этом, найти им добрые руки, найти хороших ответственных хозяев. Это сложно сделать? В последнее время сложно. Мы очень чепетильно относимся к выбору будущих владельцев, потому что наша основная цель не только реабилитировать животное, но и в то же время сделать так, чтобы это животное не повторило ту судьбу, которая с ней уже приключилась. Поэтому сейчас очень сложно найти действительно добрые руки. Частые звонки нам... Мы хотим маленький звоночек в будку во двор. И, к сожалению, никаких инвалидах в эти будки. Конечно же, люди не хотят даже слышать про это. Им нужно что-то такое, похожее на Лизу, чтобы жила зимой и летом, и осенью в будке, и в мороз, и в любую погоду. И служила. Очень жаль. А вы какой-то отбор хозяев вам устраиваете? Как вы находите? По каким качествам? И как вы определяете визуально, что этому человеку можно доверить собаку? Да, даже по внешнему виду. Мы когда-то сошлись во мнении, что люди, которые приходят к нам в приют, сразу понятно, за кем они пришли. И можно ли им отдать животное, даже потому, как они входят, или потому, как они к нам звонят. Потому что в интонации понятно их отношение к животным. Если люди звонят, им нужен друг, им нужен член семьи, им нужен тот, кто станет им родным, и они примут его таким, какой он есть, это сразу видно. А когда люди относятся достаточно потребительски к животным, им нужен просто какая-то вещь во двор, ну, потому что вот у всех есть собака, и вот им тоже нужна собака. Таким мы, к сожалению, нет, к счастью, не отдаём. А как вы организовываете досуг вашим питомцам? Не просто же они, наверное, покушали, справили нужду, если можно так сказать, игры какие-то, я не знаю. Что вот вы делаете для того, чтобы как-то ещё раз украсить им жизнь? Игрушки, детские игрушки. А у нас такой хронический летний детский лагерь. Они сами себя организовывают. Их много, поэтому им весело. Да, у нас большая территория просто, и, в принципе, сами собаки, они сами находят себе занятие. Покопать ямы – это любимое занятие. Вырыть тоннель. Мы всё время смеёмся, что в Речице скоро появится первая станция метро. Она как раз-таки начнётся у нас в вольере. Вот. И, да, нам очень много передают игрушек, поэтому нашим собакам всегда есть чем заняться. Мы им ничего не запрещаем. Вот поэтому они играют, как хотят. То есть они у вас такие полноправные, тоже члены такой большой семьи, можно так сказать. Да. У нас, когда приходят спрашивать, там, мы вот хотим такую-то собаку, у нас мама всё время их так выслушивает, выслушивает, а потом, вот я знаю, какую вам собаку нужно, потому что она уже знает все привычки какие-то собачьи. Она знает, какая собака вот по своему характеру подойдёт под характер будущим владельцам. Вы знаете, продолжают поступать сообщения на Viber. Давайте посмотрим, о чём же пишут наши уважаемые телезрители. Всеволод написал. Какого питомца завести? Это вопрос. Если я редко бываю дома, мне 28 лет, живу в квартире. Какого питомца завести? Всеволод. 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 Не знаю, я думаю, что это, в принципе, нужно реально смотреть на вещи, пока не нужно заводить никакого домашнего животного. Потому что любое домашнее животное требует себе постоянное внимание. Если, конечно, есть возможность брать с собой, например, Лиза, когда я езжу на работу, Лиза ездит со мной на работу. Она порой бывает полноправный член моих каких-то там, не только рабочих занятий, но и моего хобби. Поэтому если у Всеволода есть возможность брать своего друга с собой, это была бы хорошая идея и для него, и для собаки. Если род занятий, ему это позволяет делать. Позволяет, конечно, да. А вот смотрите, вот такое вот еще любопытное послание. Моя кошка гуляет сама по себе. Она слишком своенравная. И иногда кажется, что это человек должен ей служить, а не наоборот. Написала Маргарита. Кошки у вас тоже живут в приюте? Да, и они тоже живут сами по себе. У них свой какой-то мир. Да, выполняем все их желания. Хотят кушать, они кушают. Хотят гулять, они гуляют. Вот поэтому... И у них такие же характеры, как и у людей разные, у всех. Но если сравнивать место, где живут коты, я бы назвала таким иностранным словом «чиллаут». Такое спокойствие. Вот если кому-то нужно отдохнуть, надо приехать к нам, сесть с котами, посидеть, поговорить с ними, и сразу такое обретаешь спокойствие. А вот у кого переизбыток энергии, кто хочет... Кому недостаточной энергии дома, надо приехать к нашим собакам, побегать по нашей территории, и тоже сразу такой весь негатив уходит. Вы так увлекательно рассказываете. Сразу врисовывается картинка. Мы бы продолжали и продолжали дальше. Но будем представлять наших следующих гостей. А пока, уважаемые телезрители, я напомню, что мы беседовали с очередителями семейного частного приюта для оброшенных и оставленных животных «Островок». У нас в гостях сегодня Светлана Ашека и Наталья Ашека. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Сегодня мы показали два противоположных примера, как могут жить братья наши меньше, в каких условиях. Ну, у кого какое счастье, я уже говорила ранее, кому как повезет в этой жизни. Ну, впрочем, как и нам, людям, правда? Если мы говорим о том, что собака – это друг человека, то, конечно, его следует узаконить. Как это сделать? Какой документ нужно иметь? Куда бежать для того, чтобы официально оформить собаку или кота? Мы поговорим немножко позже. Дорогие друзья, вы смотрите программу «Добрый вечер, Гомель». С недавнего времени изменились требования к оформлению ветеринарного паспорта, об изменениях в законодательстве, о правилах выдачи и требованиях при оформлении главного документа на животное поговорим прямо сейчас с заместителем главного ветеринарного врача Гомеля Дмитрием Васильевичем Остапенко. Добрый вечер. Добрый вечер, Дмитрий Васильевич. Присаживайтесь, пожалуйста. Дмитрий Васильевич, давайте же поясним и сразу скажем, для чего же нужно оформлять ветеринарный паспорт на животное. Давайте начнем с того, что в 2017 году произошли очень существенные изменения в ветеринарном законодательстве. Для владельцев животных основное изменение коснулось в выдаче ветеринарных документов, то есть отменена ранее постоянно используемая ветеринарная справка формы 4. И при этом введен новый ветеринарный документ, это ветеринарный паспорт животного. Мы можем вот прямо сейчас его показать? Давайте покажем сразу. Давайте. И ветеринарный паспорт животного, который мы сейчас выдаем, это документ с определенной степенью защиты. Это паспорт нового образца? Это паспорт нового образца, но он имел и раньше хождение, просто сейчас он получил законодательный статус. И в связи с тем, что он получил статус ветеринарного документа, произошли изменения к требованиям его оформления и его выдачи. Да, вот вы держите в руках какие-то еще другие документы. Что это у нас? У нас владельцы животных обращаются иногда с такими документами. Мне говорят, здесь написано, что это ветеринарный паспорт, это документ и прочее. Сразу хотелось бы пояснить, что ветеринарный паспорт это документ, выданный в соответствии с требованиями Российского экономического союза, который предусматривает определенный формат паспорта, определенные к нему требования. И самое главное то, что так как он является ветеринарным документом, выдать его имеет право только государственная ветеринарная служба. Это либо районная, либо городская ветеринарная станция. Паспорта, которые выданы ветеринарными клиниками в таком формате, либо даже паспорт заполненный на таком бланке, но выданный частной клиникой, ветеринарным документом не является. Что влечет определенные последствия для воздействия животного. Он не сможет по нему не перемещаться, не выехать, не оформить любые другие документы, не принимать участие в выставках. То есть, если у владельцев котов, собак, вот старого образца, вот такие документы, то нужно срочно бежать куда? Еще раз давайте напомним. Нужно обратиться в городскую, либо в ветеринарную станцию. И заменить. Скажем так, заменить необходимо при планировании перемещения по территории Беларуси, СНГ, странам Таможенного союза, либо выйдя за границу. Потому что при наличии таких документов, оформленных с нарушением действующих требований, выехать за границу будет невозможно. А какие сведения содержит ветеринарный паспорт? Ну, самое основное введение, которое раньше не касалось паспортов, документов, выдаваемых в толковой форме, это то, что паспорт выдаётся на идентифицированное животное. Идентификация – это вживление либо чипа животному, либо нанесение татуировки. Это аналог нашей фотографии о паспорте человеческом. То есть паспорт именно должен быть выдать на конкретное животное и подтвердить, что этот паспорт – это животное, это единое целое. И только после того, как животное проиндентифицировано, паспорт оформлен надлежащим образом государственной ветеринарной службой. В него можно вносить какие-то записи, делать отметки вакцинации. Всё, что сделано до выдачи паспорта и до идентификации животного, не может быть использовано при оформлении ветеринарных документов. Отлично. Чуть позже мы поговорим, что же такое чип, для чего он нужен, как он работает. А пока мне подсказывает режиссёр, что у нас есть телефонный звонок. Давайте же выслушаем и по возможности попытаемся ответить. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Меня зовут Любовь, и я бы хотела вот поинтересоваться. Я являюсь обладателем маленькой собачки Чихуахуа, и мы сейчас собираемся с мужем в отпуск. И у меня вопрос. Какие мне необходимо иметь с собой документы для того, чтобы взять с собой моего питомца для транспортировки на отдых? То есть нужна ли мне сумка, и какие документы мне необходимы? Любовь, а в какую страну вы планируете совершить поездку? Шарм-эль-Шейх. Шарм-эль-Шейх. То есть Египет. Египет, Египет, Египет. Я бы хотел сразу, раз поступил такой вопрос, остановиться на всех нюансах по поводу путешествия с домашним питомцем. Если мы перемещаемся по территории стран Евразийского экономического союза, то есть бывшего таможенного, в том числе и по Республике Беларусь, то в сопровождении надлежащим образом, опять же подчеркиваю, надлежащим образом оформленного данного паспорта, выданного государственной интернатной службой, при внесении отметки о вакцинации и бешенстве, можно перемещаться без остальных документов по всей территории Евразийского экономического союза. Единственное ограничение, что одного владельца может сопровождать только двое животных. Если животных больше, чем два, то тогда необходимо выписывать ветеринарный документ. При этом обязательное требование, что за не менее чем пять дней, вернее, не более чем за пять дней до начала путешествия, необходимо обратиться в ветеринарную станцию для того, чтобы подтвердить здоровье животного и сделать отметку в этом паспорте о том, что животное здорово. Эта отметка является аналогом ветеринарного свидетельства, и с ним можно путешествовать. Так в Египет нужен такой паспорте? Это мы рассмотрели первый вариант. Дальше, это по территории Евразийского экономического пространства. Здесь правила у нас унифицированы, здесь все просто. Для других стран мы должны обратиться в посольство соответствующей страны для того, чтобы узнать, какие требования есть при ввозе домашних животных. В каждой стране свои требования обычно не вывешиваются на сайте посольства. И уже исходя из этого, ветеринарная служба Беларуси начинает оформление соответствующих документов на основании того, что затребует поднимающая сторона. В каждом случае требования могут отличаться. Я хочу спросить у наших уважаемых гостей, у Светланы, у Натальи, у ваших животных. Есть вот такие вот паспорта специальные, которые вот как раз таки нужны в определенных случаях? Есть у некоторых есть паспорта. Это кто выезжал куда-то или... Ну, обычно у нас мы проводим вакцинацию и они зарегистрированы. Но есть животные, которые уезжают у нас за границу. Тогда мы оформляем вот, соответственно, в какую страну они уезжают. То, соответственно, где-то нужны чипы, где-то нужны... Где-то не нужны чипы, но прививки нужны везде, и документы нужны, и паспорт такой нужны везде. У нас одна собака недавно улетела жить в Канаду. И уже в соответствии с требованиями самой не только страны, но и перевозчика, мы подготавливали документы. Здорово. Это тоже победа. Большая победа. Еще одна собака пристроена. Благодарим вас. У наших животных, они не только в Канаду улетают. У нас есть животные в Германии, в Бельгии, во Франции, где-то еще, наверное, есть. Но за 14 лет надо просто всех вспоминать. Дмитрий Васильевич, вот такое сообщение на Viber. У нашего телезрителя или телезрительницы не подписались. Паспорт оранжевого цвета, он действителен? Дело в том, чтобы определить, действительно паспорт или нет, нужно ответить на следующие вопросы. Вопрос первый. Кем выдан этот паспорт? Независимо от цвета, если он выдан на госсвесслужбе, это уже первый нюанс. Второй. Есть ли в паспорте чип? Должен быть штрих-код, отметка или штрих-код, который также можно идентифицировать с помощью средств автоматики. И третий нюанс, один из главных тоже, чтобы сама форма паспорта, вот как этого, который я вам демонстрирую, она должна соответствовать требованиям решения комиссии Томоженного союза номер 317, где указано постранично, на какой странице что должно находиться, в какой виде и что туда вносится. Если требование это выполняется, даже если он оранжевый, а не синий, как у меня, но соответствует всем требованиям, он является ветеринарным документом и с ним можно путешествовать. А можно вместе с этим паспортом оранжевого цвета обратиться к вашим специалистам, для того, чтобы вы помогли определить, действительно он или нет? Мы сравним данный паспорт с нормами законодательства, то есть с порядком его оформления, внесенными данными, а также с самим паспортом его содержанием и дадим заключение. Это является паспортом, либо это паспортом как ветеринарный документ не является. Благодарю. Дмитрий Васильевич, скажите, пожалуйста, каких именно животных касаются вот эти изменения, о которых вы говорите? Ну, прежде всего, это касается собак и кошек. Но в Евросоюзе почему-то сделали собаки, кошки и хорьки. И хорьки. Ну, с хорьками сталкиваться. Наверное, логика какая-то все-таки есть. Возможно. Вы не проследили. Мы в основном оформляем документы по кошкам и собакам, которые у нас довольно часто путешествуют. Я еще хочу спросить у Светланы и у Натальи. Скажите, а как давно вы вакцинировали ваших питомцев? Каждый год, каждый год, когда заканчивается год, к нам приезжает главный ветерач, и мы проводим вакцинацию. Как раз-таки с ветстанцией городской? Нет, с нашей городской. Или у вас есть свой специалист, доктор, ветеринарный доктор? С Речицкой. С Речицкой. Я еще хочу задать вопрос Дмитрию Васильевичу. Помните, мы несколькими минутами ранее упомянули чип? Что же такое чип? Давайте мы покажем нашим телезрителям и для чего он нужен. Еще раз повторим. Чип – это маленькая ампула. В данном случае мы видим шприц, готовый инъектор, который после соединения колпачка путем обыкновенной инъекции вживляет чип под курс животного. Чип – это маркер, который путем считывания таким сканером, либо аналогичным, выдает кодировку данного чипа. При наличии внесения информации об этом чипе в определенную базу, мы устанавливаем владельца, а также ряд других, другой информации об владельце и об животном. А мы можем сейчас вот протестировать лизочку, которой так сегодня тепло, уютно у нас в студии, но мы немножко ее потревожим. Она чипирована или нет? Давайте проведем такой маленький эксперимент. Проводим по животному. Пишет чипа нету. Пишет чипа нету. Чип отсутствует. Так, отсутствует. Хорошо. А как же нам понять, правильно ли работает сканер? Давайте проверим на самом чипе. Вот у нас получается, пишет страна Беларусь, что указывает, в какой стране искать базу, и номер чипа. Вводя этот номер чипа в базу нашу белорусскую, мы сразу узнаем, на кого он зарегистрирован, и кто является владельцем, либо последним владельцем, который был зарегистрирован в этой базе. И, возможно, еще какую-то информацию о животном, если она вносилась в эту базу. Кстати, уважаемые телезрители, существует, к слову сказать, всемирная база данных электронных паспортов животных. Портал Animal IDBY содержит сведения о всех чипированных животных в Беларуси. Здесь публикуются новости из жизни наших любимцев. На форуме владельцы животных делятся собственным опытом и любопытными историями. Очень полезный ресурс, не так ли? Правда? Да, вот недавно привезли в ветеринарную клинику. Я только хотела спросить, а можно нам тоже вопрос воспользоваться случаем? И как раз на время нашего приема пограничники привезли эстонскую гончию. Своим сканером чип они не смогли обнаружить сразу, но через какое-то время такие пропикали, и база не выдала ровным счетом ничего. И чип оформлялся в Горвит-станции. Владельцы собаки нашли через охотничье сообщество. Так, а тут есть еще некоторые нюансы, на которых можно остановиться отдельно. Когда уже является чип, данные его доносятся в паспорт, и паспорт подтвердает его привязывание к животным. Но, чтобы внести в базу, которую вы озвучили, необходимо написать заявление, которое является одновременно вашим согласием, на внесение ваших данных в базу. Без вашего согласия, соответственно, мы сделать ничего не можем. Только после написания заявления мы вносим в базу данных и регистрируем чип в базе. А если у нас сейчас получилась такая ситуация? Мы нашли владельца, оказалось, что он продал собаку, а старый, вернее, уже новый владелец так и не объявился за собакой. Мы нашли ей новых владельцев. Можем ли мы каким-то образом сейчас, без согласия старого владельца, который от собаки негласно отказался, оформить эту собаку и этот чип на новых владельцев? Интересная история. Что можно ответить? К сожалению, здесь я не смогу ответить, потому что вопрос это не ветеринарный, а юридический. По нашим законам, собака это является имущество человека. И на него распространяются все требования гражданского кодекса. А куда вы можете посоветовать обратиться, Наталья, с этим вопросом? В юридическую консультацию. В юридическую консультацию? Да, именно по юристам, так как собака, она с одной стороны друг человека, с другой стороны является имуществом. То есть начать с юриста? Да, это надо начать с юриста. А если вообще в базе, вот мы очередную собаку найдем, и в базе не будет никаких вообще сведений, как нам искать владельца, если чип есть, сведений нет? Если чип есть, допустим, у него есть идентификация, что это сделался он на территории Беларуси, но в базе его нету, мы владельца, в принципе, найти не сможем. Давайте мы продолжим этот разговор чуть позже, хорошо? А пока выслушаем телефонный звонок у нас на линии. Алло, добрый вечер, здравствуйте. Да, здравствуйте. Уже можно задать вопрос? Да, пожалуйста, задавайте, да. Скажите, пожалуйста, вот собачка, например, ей 4 года, так, у соседа. И вот он уходит на работу полседьмого и приходит только в 9. И вот она целый день воет и гавкает. Это она больная или она просто скулит? Или сколько раз надо выводить собаку, чтобы вот не издеваться? В моем понимании, это она издевается, хозяин. Может быть, ей скучно? Хозяин видит ее редко. Скучно, не скучно, но там и воет, и гавкает, и бьется об дверь. Это непросто. Может быть, надо прививать или, может быть, какие-то таблетки давать, чтобы она так не бросалась. Что делать? Конечно, это ненормальная ситуация. Благодарим вас за звонок. Это ненормальная ситуация, когда собака мешает жить соседям. Это ненормальная, к сожалению. По долгой службе приходится разбирать обращения граждан, которые жалуются на своих соседей после содержания животных. В данном конкретном случае хорошо приоритетировал первый гость программы, который сказал, что собаку нужно выговорить до такой степени, чтобы она устала, пришла домой и просто уснула. А как можно повлиять на вот такого нерадивого хозяина? С одной стороны, может быть, он и хороший для своей собаки, но ведь животные мешают жить соседям. Что делать? Как решить полюбовно этот вопрос? Полюбовно, путем переговоров, как я понимаю, здесь уже переговоры не помогают. Согласно законодательству, что мы можем здесь предпринять? У нас есть требования для многоквартирных домов, согласно которым с 11 вечера до 8 утра должна быть соблюдаться тишина. Если это требование нарушается, соответственно, можно принять меры административного воздействия. В дневное время такого правила нет. Слышалось, что пытались ввести законодательство, возможно, даже не у нас, о том, что штрафовать собаку конкретно за лай домашней собаки. Но насколько это продвинулось по внедрению этого законодательства, я, к сожалению, подсказать не смогу. То есть этот вопрос только на совести хозяев собаки. Они должны обеспечить покой людям, которые живут через тесто. Всегда спокойно, тишину. Мы этот вопрос решили в приюте. У нас же много собак, и у нас тоже соседи. Вот у нас те, кто остаются у нас жить на постоянно, мы делаем операцию, мы подрезаем им связки. Они у нас гавкают очень тихо. Сейчас эту операцию делает врач в Гомеле. К нам приезжал профессор из Свидепска. Сейчас эту операцию делает врач в Гомеле. Все очень легко решается. Все эти проблемы очень легко. Но хирургическое вмешательство предпочтительно, это именно, если собака, все-таки взяли собаку, нести за нее ответственность и нагружать ее, гулять с ней, чтобы она не доходила. Конечно, но согласитесь, это может быть решением вопроса. Вот таким хирургическим путем вот как-то можно повлиять на то, чтобы собака не мешала соседям, правда? Есть очень активные собаки, которые не перестают гавкать. Вот у нас таких несколько, они реагируют на любой звук. А маленькие собачки вообще очень часто реагируют на любые звуки, на все. Они могут гавкать целыми днями, это мешает соседям. И такой способ есть. И наверняка многие телезрители не знают об этом. Очень ценный совет, и спасибо, что вы об этом сказали. Только недавно все это мы сделали, и только недавно врач начал оперировать. И далее мы предлагаем поговорить о таком опасном заболевании для человека, как бешенство. Я предлагаю присоединяться к разговору ветеринарного врача Гомельской городской ветеринарной станции Сергея Алексеевича Можайского. Добрый вечер, Сергей Алексеевич. Проходите, пожалуйста. И сразу первый вопрос для вас. Скажите, почему же это заболевание опасное? Мы все им напуганы. Ну, болезнь бешенства, это как бы болеет и животное, и человек. И это заболевание, которое не лечится. Поэтому оно опасно для жизни и животного, и человека. Поэтому проводятся всякие мероприятия, прививать надо животных, потому что есть разные формы их. И, как правило, для собак есть и буйная, и тихая форма. Поэтому оно протекает в несколько клинических стадий, ну и тому подобное. То есть это все серьезно. Сергей Алексеевич, скажите, может ли представлять угрозу для жизни человека собака, домашняя собака, которая, сведу, абсолютно здорова, и ничего не говорит о том, что она может быть больна? Ну, как правило, бешенство, как уже говорила, в буйной и тихой форме. Ну, как бы у собак бывает, но в буйной форме. Поэтому есть определенные клинические признаки, несколько фаз их, которые там три фазы, по которым считается, животное больное или нет. Поэтому, как бы, а так окончательно ставится только лабораторное исследование. А как можно понять, что с собакой что-то не то? Как-то меняется ее поведение с домашней собакой? Ну, как правило, если она контактировала с больным животным или, как бы, заражена, или это, естественно, меняется первый, третий день у нее, как бы, она сонная, может такая спать часто. Как правило, открытие рота, такое зявканье, то есть в виде, как бы, глотает воздух она, и слюнотечение, приоткрыт рот. Потом переходит вторая фаза, которая тоже там длится 2-3-4 дня, когда уже животное начинает поражаться центральной нервной системой, повышается температура тела до 40, то есть начинается аппетит, то есть он извращенный становится, то есть это получается, животное начинает, может, грызть пол, лизать стены, то есть становится неадекватной, то есть если животное здоровое, оно, если нападает, значит, оно предупреждает, то есть она оскаливается или поднимает шерсть, чтобы ее не трогали, то когда животное особо бешеное, то есть оно нападает, как правило, молниеносно, то есть оно может стать с тихой формой, резко напасть и, как бы, опять убежать, спрятаться в угол, то есть это все, начинается светобоязнь, гидрофобия, то есть это боязнь воды, и на фоне вот этого получается, а потом уже переходит третья стадия паралич, там идут голодки, и уже животное погибает, это уже третья фаза, там тоже днится 2-3 дня, и, как бы, животное погибает из-за этого. Скажите, а может ли собачка заразиться домашняя, если вот она нашла палку врушенную на улице, и ее погрызла какая-то не совсем здоровая собака, можно вот так вот заразиться? Ну, естественно, наш контакт, как бы, ослюнение идет, если она, естественно, возможна, такие случаи, что, естественно, животное может, поэтому надо прививать животное, вот, и щенку прививают раз в 3 месяца, а с 3-х месячного возраста, точнее, то есть есть вакцины разные, которые колются однократно, есть двукратное введение вакцины, и получается потом ежегодная вот вакцинация, как говорили женщины, тело, тело. А когда мы вот новое животное отсаживаем в изолятор, нам сказали 10 дней, 10 дней достаточно? Да, как любое, то есть вот если покусало, например, животное, всегда любое животное, 10-14 дней должен карантин быть, то есть независимо, да, то есть вы, то есть если человека, например, покусало, то есть получается человек обращается в медучреждение, то есть медучреждение проводит свои мероприятия, там комплексное лечение или что-то, подают на государственную службу, то есть мы животных этих, получается, ставим на поднаблюдение, то есть если имеются хозяева, значит, получается, мы изолируемся поднаблюдение хозяева, то есть он смотрит, то есть если это хозяева, ну, то есть как ваше животное или это, да, значит, ну, получается, 10 дней наблюдается, потом обязан хозяин предоставить к врачу, чтобы он посмотрел, что оно здорово. И мы пишем, потом отдаем, что собака клинически здорова, и обращаемся в санитарную службу. То есть в течение 10 дней, да, клинически. У нас остается очень мало времени в двух словах, в двух словах, Дмитрий Алексеевич. Скажите, пожалуйста, готовы ли вы сейчас ответить на один из вопросов, который пришел к нам на Вайбер? Смотрите, пишет нам Василий, подскажите только в двух словах, как себя вести, если угрожает свора бродячих собак? Чего нельзя делать? Ну, свора тут, как правило, не бояться, потому что животное очень чувствует, и как бы стараться, то есть как-то уйти, стараться менее, чтобы он не боялся человек. То есть что, бежать нельзя? Не бежать, нет. А что делать? Ведь могут сдать нервы, когда тебя окружает свора собак, бездомных, ощетинивших сил. Если побежать, это будет однозначная реакция своры, она будет догонять, перерывать. Только нервы сдали, побежал. Стараться искать, может, в кармане что-то есть, конфетка там, что-то это. Если не бежать, постараться остаться спокойным и медленным шагом уходить в сторону и искать любое ближайшее укрытие. То ли дерево, то ли какая-то еще рельеф местности, скажем так. То есть главное все делать медленно и постепенно. То есть собаки, если ты не будешь это, они, как правило, могут уйти, то есть они не будут. То есть стадные, если стадные, там только будет главная собака, как вот видно в кленках было в случае. То есть это вызывается, конечно, специальной службой, которая отлавливает, ставит на передержку наблюдения. То есть вот так. Благодарим вас за ценные советы. И мне подсказывают, что у нас еще есть под занавес программы один телефонный звонок. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут, откуда вы звоните? Меня зовут Татьяна, звоню из Гомеля. Спасибо большое вам всем за то, что вы подняли такую тему сегодняшним вечером. И хочу сказать о том, что с детства мы всегда слушаем о том, что мы в ответе за тех, кого приручили. Так давайте же все-таки будем добрее к тем живым существам, которых мы приручаем. Нужно всегда очень подумать перед тем, как взять какое-то животное к себе в дом. Нужно поговорить, обсудить с близкими и родными, которые живут с вами в одной квартире, в одном доме. Кто будет за ним ухаживать? Как вы его будете воспитывать? Потому что, ну, посмотрите в глаза животных, бедных и несчастных, которых выбрасывают на улицу. Задумайтесь об этом и будьте добрее. И думайте всегда о том, что вы делаете. Спасибо. Благодарим вас за такие душевные слова. Наша программа потихонечку подходит к завершению. Я попрошу каждого из вас, уважаемые гости, сказать несколько слов напоследок. Начнем с вас, Светлана. Ну, действительно, хотелось, чтобы люди были добрее. Потому что мы не справляемся с таким количеством животных спасать, помогать. Пусть бы все приняли участие в этом. Наталья? Мне сложно сразу придумать, какую-то речь. Я бы, наверное, хотела сказать, чтобы все-таки люди ответственнее относились к тому, нужна ли им собака, либо кот. Потому что это как раз-таки самая большая причина, почему животные окажутся на улице. Человеческая безответственность. Благодарим, Дмитрий Васильевич. Ну, я хочу поддержать то, что даже не быть добрее, а быть более ответственными. Что, в свою очередь, повлечет и, возможно, и доброту, и все остальное. И как государственный врач, хочу сказать, не забывайте выполнять требования, которые вы должны делать, если вы все-таки решили завести домашнего питомца. Благодарим, Сергей Алексеевич. Ну, присоединяюсь, конечно, тоже. Как бы все зависит от людей, от их своих, потому что все любят питомцев. Но, как оказывается, они потом, вот есть люди, которые волонтеры, они не занимаются. То есть это хорошо. Поэтому еще у нас не доработано. Хотелось бы, конечно, когда, чтобы животное от ЧПР было, находились владельцы, и более их наказало, и не было бы тогда, я думаю, таких бы случаев. То есть все бы любили, и это. Поэтому, конечно, и исполняли все требования, которые должны быть, то есть и вакцинации, и прививки, и все остальное. Уважаемые телезрители, сегодня мы попытались разобраться, какая же жизнь у собак, и от чего собака бывает кусачей. И резюмируя наш сегодняшний разговор, я могу лишь добавить то, что, конечно же, мы люди должны нести стопроцентную ответственность за то, как животные живут в социуме, какое у них здоровье. Мы должны быть ответственны за все, что с ними происходит. Это нужно прежде всего нам, для того, чтобы людьми зваться. Вы смотрели программу «Добрый вечер, Гомель». Я благодарю вас, уважаемые телезрители, за активность. Я благодарю наших уважаемых гостей за то, что нашли время и пришли к нам на программу. Спасибо вам за ваше мнение. Это был «Добрый вечер, Гомель» и я, ее ведущая, Наталья Игнатенко. Всего вам доброго.